МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретил участников международного ралли-марафона «Шелковый путь». Закончат ремонт и восстановят асфальт. Бийские теплоэнергетики обозначили сроки окончания ремонтных работ. Трогательный и душевный праздник. Сегодня россияне отмечают День семьи, любви и верности. Сегодня по всей стране отмечается праздник – День семьи, любви и верности. Этот день имеет особое значение в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи. Меркульевы, семья Бийчан, воспитывают две пары близнецов – Злату и Агату, Богдана и Гордея. Окружающим кажется, что дети похожи, как капли воды. А родители говорят, что они абсолютно разные, каждый со своим характером. Секретом своего семейного счастья Меркульевы поделились с нашей съемочной группой. История любви Александра и Дарьи Меркульевых берет свое начало в 2010 году. Отношения пары развивались стремительно. Через три недели после знакомства молодые уже подавали заявление в ЗАГС и через два месяца связали свои судьбы. Мечтая о детях, Меркульевы совершили поездку в монастырь. Хотели детей, но какое-то время у нас даже не получалось. А потом мы с ним, знаете, ездили в монастырь к Матроне, в Москву, в Покровский монастырь. Ну вот, в общем, попросили. Забеременела. У нас до 13 недель не видели, что их будет двое. То есть, как бы первое УЗИ было. Ну, то, что говорили, один ребенок. Мы успокоились, ждали планового скрининга. Все, пришли на скрининг. Она вкусная. И то есть, врач сказала, что два. Я говорю, точно два. Она говорит, ну стой, подожди, посмотрю, вдруг три. Ну, то есть, мы обрадовались, конечно. Вот, то, что двое сразу. Естественная беременность протекала спокойно. И в положенный срок на свет появились долгожданные девочки. Злата и Агата. Для меня-то это вообще как бы долгожданные дети были, получается. У меня в 32 года, когда ребятишки появились, уже было. То есть, трогательный момент, конечно, для меня. Ну, он плакал. Прям плакал. Прям со слезами плакал. Счастлив, конечно, очень. Злата и Агата с самого рождения похожи, как две капли воды. Но, несмотря на это, совершенно разные. Злата серьезная и вдумчивая, а Агата веселая и легкая. Долгожданным событием для девочек и их родителей стало появление в семье младших детей. Мы пошли вроде как за мальчиком, а получилось два. То есть, мы тоже не ожидали что-то. Не ожидали. Ну, как, не ожидали. Хотя, врач предупреждала то, что такой вид двойни бывает до трех раз подряд. И ведь, действительно, пошли на УЗИ, их опять не видели до определенного срока. И опять два. Первая реакция была, конечно, шоковая. Я говорю, мы называем это чудо природы. Что так вот получилось. Конечно, мы счастливы, что так получилось. Очень рады. У всех же распределяется богатство. У кого в деньгах, у кого-то в здоровье. Да, у нас в семье. То есть, большая семья. С появлением Богдана и Гордея счастье в семье удвоилось. Как и сестры, братья очень похожи друг на друга. Но по характеру совершенно разные. Богдан ласковый, нежный, Гордей жесткий и волевой. Несмотря на то, что Меркульевы известная семья в нашем регионе, многие с удивлением смотрят на них. Все по-разному, конечно, относятся. Кто-то удивляется, кто-то тоже подходит, хочет сфотографироваться. Кто-то пальцем крутится, грубо говоря, у виска. Что типа вот. Ну, все по-разному относятся. У нас сейчас много детей. Могут себе позволить, наоборот, обеспеченные люди. Потому что это большая финансовая нагрузка. Потому что этим детям нужно дать образование. Это не только на уровне школы, какого-то среднего учебного заведения. Им нужно дать путевку в жизнь. Дети – несомненное счастье Меркульевых. Но, кроме того, секрет благополучия семьи кроется в отношении супругов. В умении слушать и слышать друг друга. Строить совместное будущее. Планом Меркульевых, а это путешествие и строительство большого дома, с таким настроем суждено сбыться. Дарья Федоркина, Илья Питков. Будни. День семьи, любви и верности – праздник не только уже состоявшихся семей, но и тех, кто только решился на ее создание. В эту символическую дату сразу пять молодых пар из Бийска пожелали связать себя узами брака. Традиционно понедельник – выходной в отделах ЗАГС. Однако в этот день залы бракосочетания были открыты для торжественных церемоний. Все ЗАГСы Алтайского края сегодня открыты для молодоженов. И заявления, как только мы в апреле месяце открыли эту дату, сразу посыпались заявления. На сегодня у нас пять регистраций, бриллиантовый юбилей мы отметили сейчас поздравления. И еще впереди у нас золотой юбилей семейной жизни. Это 50 лет совместной жизни. Добавим, что свадебный сезон в самом разгаре молодожены торопятся забронировать красивые даты или совместить свадьбу с другими значимыми событиями и праздниками. Самыми популярными датами в этом году стали 24 февраля, 24 апреля и первый день лета – 1 июня 2024 года. Впереди ажиотаж будет на красивое число 08-08. В ЗАГСе отметили, что особенно привлекательный для молодоженов 24 число каждого месяца. Рядом с Бийском прошел этап международного ралли-марафона «Шелковый путь». Участники стартовали 5 июля из Томска до пригорода Бийска. Они добрались 7 числа. Ралли почти 100 экипажей из 13 стран. На дистанцию вышла техника самых разных классов – мотоциклы, квадроциклы, гоночные грузовики. Среди них КАМАЗы, Уралы, МАЗы, баги и внедорожники. Рядом с Бийском спортсмены завершили один из спецучастков трассы. Он пролегал через быстрые стокские и зональные районы. Сложность трассы – узкая лесная грунтовая дорога с камнями. Зрители заранее собрались у дороги, чтобы поприветствовать гонщиков и сделать интересные кадры. Стремительно проехав ухабистый отрезок, спортсмены направились к следующей контрольной точке – горно-алтайску. Маршрут ралли «Шелковый путь» 2024 года можно назвать по-настоящему уникальным и неповторимым. Общая протяженность составит 5243 километра, из которых 2992 километра придутся на скоростные участки. Маршрут пройдет через 5 регионов России – Западную и Центральную Монголию, а также Гоби. Финиш состоится 15 июля в Улан-Баторе. А далее реклама. Не переключайтесь. Бийская телевидение. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин В эфире «Будни» мы продолжаем. Перелетел через машину, сделал несколько оборотов и рухнул на дорогу. Мотоциклист в минувшие выходные, по словам очевидцев, неудачно проскочил на красный сигнал светофора. Авария произошла в районе Зеленого Клина. Мотоциклист на скорости влетел в легковой автомобиль. Удар был такой силы, что байкер перелетел через авто и его отбросило на несколько метров на тротуар. Водитель остался жив с различными травмами, был доставлен в больницу. На месте работали сотрудники ДПС. Причины аварии выясняются. Как он так летел? На красный? Закончат ремонт теплосетей и восстановят асфальт. Биски теплоэнергетики обозначили строки окончания ремонтных работ. Их полный цикл, включая благоустройство, планируют завершить к 1 сентября. Речь идет о четырех основных участках по улицам Трофимова, Горно-Алтайской, Разиной и Чайковского. Раньше всего закончат работы на Трофимово. Сейчас здесь идет замена сегмента длиной в 193 метра на тепломагистрали номер 2. Далее подрядчик приступит к восстановлению асфальтового покрытия на проезжей части. На Горно-Алтайской напротив ГДК ремонт планируют завершить до 1 сентября. К этому же времени закончат работы и откроют проезд на улицы Разина. Техническое перевооружение этого участка тепломагистрали началось в первую неделю июля. 1 миллион рублей на скашивание травы. Муниципалитет ищет подрядчика, который избавит город от разрастающейся с каждым днем растительности. Косить траву сотрудники должны ручным способом – с помощью газонокосилок. Как на горизонтальных участках, так и на откосах. Высота травы по итогу должна оставаться не более 5 сантиметров, а на газонах не больше трех. Это одни из основных условий нового контракта, в котором заказчиком выступает управление ЖКХ. Оно и определяет фронт работы. После откоса растительность необходимо убирать в течение суток, а не сушить месяцами подряд, как это было ранее. Привести город в порядок подрядчик должен до 30 сентября. Большой книжный фестиваль начнется в Бейске 25 июля. Мероприятие пройдет в рамках Шушинских дней на Алтае. Однако такой формат для Наукограда – большая новинка. Гостей ждут творческие встречи с писателями и поэтами лекции, мастер-классы и большая книжная ярмарка. На фестивале можно будет ознакомиться с книжным фондом ведущих издательств страны. Среди них АСТ, Эксмо, Карьера, Пресс, Гид, Рипол, Классик, Розовый жираф, Синбад и другие. Книги можно будет приобрести и со скидками. В рамках мероприятия посетят Наукоград и известные российские литераторы. Самым известным из тех писателей, которые приедут, ну, по крайней мере, для тех взрослых, у которых есть дети, и эти взрослые им читают книжки, это писатель Дмитрий Емец, Таня Груттер и так далее, писатель-фантаст. Огромное количество книг у него, огромное количество подписчиков. У нас давно было горячее желание с Юлией Анатольевной Нифонтовой на что-нибудь его заманить. И вот случается Бийский фестиваль, и он у нас будет. Источник плюс признанный лидер как в России, так и за рубежом в области специальных средств пожаротушения. Рынок продаж продукции уже давно вышел далеко за пределы России и завоевал многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Миссия компании – выпуск высококачественной продукции, предназначенной защищать самые различные промышленные и бытовые объекты от пожаров. А самое главное – это сохранение бесценного наследия человеческих жизней. Уходя в июле в ежегодный отпуск, предприятие подводит итоги своей деятельности. Источник плюс. Динамичное развитие. Грамотная маркетинговая политика и стратегия развития производства в 2023-2024 годах способствовали расширению и увеличению рынков сбыта и сфер применения модулей пожаротушения под торговой маркой «Тунгус», что позволило за счет модернизации и обновления производственных мощностей улучшить производительность труда и значительно повысить объемы выпускаемой продукции. Модернизирован и расширен сварочный участок до 8 мест и подготовлены площади для монтажа сварочного робота. Запущена в эксплуатацию вторая лазерная установка раскроя и резки листового металла. Приобретен автоматический токарный станок с числовым программным управлением для увеличения объемов производства. Модернизирована и обновлена лаборатория технического отдела. Установлены новые стереоскопические микроскопы для измерения размеров частиц огнетушащего порошка и газогенерирующих составов. Сдана в эксплуатацию и технически переоснащена лаборатория в здании 911. Установлен спектрофотометр для определения содержания фосфатов в приобретаемом сырье и в готовом огнетушащем порошке. Термостат жидкостной для темперирования приготовляемых химических растворов. Муфельная печь для определения несгораемого остатка в порошковых составах. На участке по производству огнетушащего порошка запущен в эксплуатацию смеситель-полимеризатор, что позволило увеличить объемы производства огнетушащего порошка И-101 более 100 тонн в месяц. Компания АО «Источник Плюс» впервые провела сертификацию своей продукции по системе 3С в 2017 году. China Compulsory Certificate, сокращенно 3С, это государственная система сертификации в Китае. Чтобы получить сертификат 3С, организация должна выполнить целый ряд требований и подтвердить соответствие, в том числе пройти аудит производства со стороны уполномоченных органов. В 2024 году наша компания в очередной раз проводит сертификацию 3С, подтверждая высокие стандарты организации и высокую культуру производства. Ведь надежней наших тунгусов только наше слово. И о погоде 9 июля в Биске будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-западный слабый, сменяющийся западным. Атмосферное давление низкое, влажность воздуха наоборот будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное, ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 23, плюс 25. И это все новости на сегодня. Если у вас есть актуальные темы, предложения, злободневные вопросы, сообщите нам, мы постараемся вам помочь. Телефон нашей редакции 313-507, а также ищите нас в социальных сетях, оставляйте комментарии. Хорошего завершения рабочего дня. До встречи в эфире.